Весною в совхозе имени Ленина наступает жаркая пора. С утра и до вечера идут посевные работы. В старину говорили, что в это время день год кормит. Не стало исключением весна 2020 года. Несмотря на эпидемию коронавируса, вовсю идет посадка земляники. Сейчас сажаем поздний сорт «Флоренс». Процесс, как посадка была каждый год, так она и идет, ничего не изменяется. Работаем, но обрабатываем руки, чаще умываемся и работаем в масках. Сейчас на посадке у нас вышел один трактор на посадку, работают 12 человек с ним, и завтра выходит второй трактор. Сразу будем сажать двумя тракторами. В день два трактора будут сажать 3,5 гектара. Обыкновенная весенняя полевая компания. Это компания, когда все работают с напряжением, когда нужно в короткие сроки произвести большое количество агротехнических работ. И мы на сегодняшний день уже закончили снятие агрила, это такой уникальный материал. Практически завершили посадку земляники. Больше 30 гектар уже посадили, но там остались какие-то хвосты. Закончили подкормку земляники уже плодоносящей. Ну и занимаемся там парами, выносим навоз, готовимся к севу уже овощных культур, ухаживаем за рассадой капусты, ну много что делаем. На полях трудится бригада, укладывающая систему мелиорации. Это так называемый капельный полив, где на то время, какое здесь вот будет расположена земляника, а земляника, как правило, 2-3 года у нас на поле, скажем так, находится. На это время раскладываются вот эти латерали, такие тонкие трубочки и магистральные трубопроводы, которые подают к этим латералям, соответственно, к кустам, земляники, капельный полив, ну в воду, в капле, куда же одновременно идет и минеральное удобрение. Это такая, ну, новая достаточно технология, которая позволяет экономить воду, экономить минеральное удобрение, чтобы через каплю попадало столько влаги, сколько нужно растению и одновременно столько, сколько нужно удобрений. Удобрения не раскидываются везде, это экологически неправильно, ну, скажем так, наносит ущерб природе, а удобрение конкретно попадает в корень каждого конкретного растения. Вырастить продукцию – это только часть работы, которой занимается предприятие ЗАО «Совхоз имени Ленина». Другая часть – это переработка. В «Совхозе» работает цех по переработке и розливу. Завод производит несколько видов продукции. У нас находятся три больших цеха. В одном цеху мы производим сок литровый «Тетропак» и сок 10-литровый, так называемый «Бэк-энд-бокс» пакет с краном. 16 видов продукции, 16 видов сока. Плюс ко всему сок в 200-литровые бочки для уже перерабатывающей промышленности. В этом же цеху у нас стоит линия по розливу воды 19 литров. Отдельный цех у нас современный, новый – это по производству мелкой бутилированной воды 0,5-1,5, по торговой марке «Земляничные поляны». Плюс ко всему отдельный цех у нас по производству пюре полуфабрикатов. То есть это мы перерабатываем яблоко, морковь, тыкву, кабачок для уже дальнейшей переработки в перерабатывающей промышленности. Она используется в разных отраслях, например, кондитерская промышленность или там соусы и прочее. Плюс ко всему у нас есть еще цех по переработке молока, где мы производим сыр, творог, творожные массы, сопутствующие такие продукты по переработке молока. Эту продукцию мы поставляем на рынке Москвы и в магазины. На сегодняшний день практически полностью завершены работы по посеву земляники. Впереди нас ждет великая дата – 75 лет празднования Победы. Великой Отечественной войне, которой уже начата подготовка. А если бы не коронавирус, мы бы сейчас с тобой готовились к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, да? А вот ты что сюда видел? Знамя Победы висит. Победа вымота покрашен. Сейчас вот ты проходил по улицам, машина поливомоечная ездит, моет. Между праздниками будут краситься пешеходные переходы, бордюры. Ты видел, как управляющая компания «Савхоз Ленина плюс» белит деревья, готовит поселок праздником. И вот это позитивная вещь. Я думаю, что надо не забывать, что любая эпидемия, в том числе, это пройдет. А жизнь останется. И в этом отношении, ну скажем так, пример Белоруссии мне больше по душе, чем пример России. Продолжение следует... ... ...